Украинская журналистка опубликовала видео, запечатлевшее движение техники ВСУ в сторону Закарпатья. На фоне этого возникает вопрос, неужели в Киеве настолько ударились головой, что все-таки решили начать вторую АТО? Сведомая журналистка Анна Кульчицкая утверждает, что в Старосамборском районе Львовской области была снята колонна украинской техники, едущая в сторону Закарпатья. Давайте посмотрим фрагмент ролика. Дальше в конце видна санитарная машина, тентовый газ с желто-блокытным флагом и еще один БТР, а после замыкающая колонну полиция. Вот как комментирует это видео украинский портал Диалог. Украина решила послать Венгрии прозрачные намек и отправила колонну бронетехники на Закарпатье на фоне разгоревшегося скандала с официальным Будапештом. Я соглашусь со сведомыми журналистами, это действительно намек. Правда, совсем не на то, о чем пишут они. Это намек на полную невменяемость украинских как бы элитариев. А еще на провал построения национального государства. Судите сами, жила-была Украина долгие годы незалежностей. И на Закарпатье нормально сосуществовали люди множества национальностей. Вы представляете себе глубину разрушительного таланта тех, кто довел ситуацию от «все спокойно учатся в школах на своих языках, но считают себя украинскими гражданами» до ситуации «мы сейчас БТРов нагоним и как покажем стране члену НАТО, как намекнем, чтобы паспорта-то не раздавало». Но это же просто провал. Ведь насилие — это последний довод, который пускает в ход, когда уже просто нечего ловить. И Украина до этого довода дошла. Сперва в Донбассе, а теперь вот и на Закарпатье. Того и гляди, тоже дойдет. Это высшая степень бездарности. Да, у нас тоже была Ичкирийская Чечня. Но это был бандитский анклав. Там людьми торговали, набеги делали на соседей, убивали, грабили, полный набор. А что на Закарпатье? Просто хотели учиться на венгерском вдобавок к мове и русскому. Заметьте, тотально учиться на мове никто не отказывался. Учились частично, кому нужно было. Но все равно больше учили языки, которые в жизни пригодятся. Потому что география — это приговор. И вот граф Диакула, как метко открестил Порошенко, журналист Шарий, решил географический приговор Закарпатья отменить. Вернее, не сам решил, конечно. На него националисты дают. Тот же, со смехом поминающий Гитлера, поруби, например. Ну вот они нагонят туда техники. И что дальше? Ведь в таких ситуациях очень часто приходится делать и следующий шаг. Знаете народную мудрость по этому поводу? Да? Достал нож — бей. Или если командир вытащил из кабыру пистолет, он должен его применить. Потому что в ином случае его приказы больше никогда не послушают. У них таких хватило безумия тащить на Закарпатье пистолет, похоже. А с другой стороны границы сидит Виктор Орбан. Ему тоже отступать некуда. У него, если помните, демографический кризис на фоне отказа принимать азиатско-африканских мигрантов и противостояние с Брюсселем. Ему отступать некуда. Позади крах политической карьеры. Конечно, он не использует для активных действий такие мелкие поводы, как аресты с бушниками одного из венгерских активистов, имевший место несколько дней назад. Но что, если таких арестов станет много? А потом этнические венгры начнут защищаться. Тут события спрогнозировать сложно. Одно могу сказать, вернее повторить, потому что я это уже говорил. Висящее на украинской стене венгерское ружье еще выстрелит. Просто, судя по всему, выстрел произойдет гораздо раньше, чем предполагалось. Редактор субтитров А.Семкин